Приветствую вас на будни Уолл Стрит. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересных вещах. Я постараюсь каждый наш выпуск делать таким, чтобы вы выносили что-то новое, не просто знание о том, что Apple это компания, которая производит телефоны, а какое-то умение, какой-то навык. Сегодня я поделюсь с вами секретной информацией, покажу один из элементов или таких маленьких трюков, которые я использую в оценке компании и именно когда эту компанию стоит покупать. Потому что компания может быть очень хорошей, график растущий, но вот именно в какой точке входить? Сейчас по рынку, либо дождаться отката, а отката какого? В общем, сегодня я покажу вот этот маленький трюк, который я использую, чтобы более точно заходить в рынок акций, скажем так. Также мы сегодня с вами поговорим про отчеты, которые сейчас идут активно. Очень много компаний отчитываются, в среднем отчитываются очень неплохо. То есть рассчитывать на то, что S&P завтра развернется, пока не приходится. Отчетности шикарные. Далее мы с вами поговорим про компанию Netflix. Netflix это очень известная в мире, но менее известная в России компания, которая сейчас по капитализации составляет порядка, ну уже приближается к двум Газпромам, около 86 миллиардов долларов. При этом компания зарабатывает всего лишь, ну примерно она заработает в этом году, там около 400 миллионов долларов. То есть получается, что если мы возьмем Газпром, который зарабатывает там 900 миллиардов рублей, да, и стоит там 50 миллиардов долларов, и Netflix, который зарабатывает 30 миллиардов рублей и стоит полтора Газпрома. Вот такая интересная ситуация, и мы оценим почему, и стоит ли нам покупать сейчас Netflix по такой цене, и заработаем ли мы на этом. Ну и конечно же, обсудим с вами компанию Apple, компанию Qualcomm, которые сейчас ведут баталии в суде, и исходя из решения суда, Qualcomm может очень серьезно пострадать. Ну и рассмотрим ряд еще других компаний. Итак, поехали. Напомню лишь вам о том, что вы можете подписаться на Digest Wall Street, который я выпускаю теперь уже в воскресенье. В прошлый раз на будни Московской биржи мы обсуждали, когда лучше его делать, и теперь по воскресеньям вы видите вот такой дайджест, который будет вам приходить. Соответственно, тот, что пришел вам на прошлой неделе, мы его сейчас воспользуемся для того, чтобы посмотреть, какие компании читались, и мои комментарии по ним. Ну и впереди что нас ждет? Впереди нас ждет, конечно же, компании. Отчитались буквально вчера Google. Мы с вами сегодня посмотрим, по какой цене Google лучше всего покупать. А сегодня выходят отчеты General Motors и AT&T за эти компании, за которыми я особенно слежу. Вышел только что отчет Caterpillar. Вот General Motors очень такой интересный отчет выходит. С одной стороны они заработали больше, с другой стороны меньше, то есть там так называемая скорректированная чистая прибыль лучше прогнозов, обычная прибыль хуже. В общем, буквально пять минут назад вышел отчет, буду смотреть. Caterpillar очень хорошо отчитался, растет. То есть, к сожалению, в свое время я упустил эту компанию, не успел купить, и теперь она уходит в космос. И будем смотреть, конечно же, за компанией AT&T, которая платит 5,5% дивидендов. Очень многие купили эту компанию, получают ежеквартальный дивиденд, но тут не так все просто. Во-первых, выручка, падение. Во-вторых, объединение с Time Warner может и не состояться теоретически. Тогда посмотрим. В общем, на этой неделе еще отчитается из крупных. Это Facebook, Coca-Cola, Boeing, Glaxus, Midcline. Вот так скажем, BASF. Ну и следим еще за Daimler. Потому что сейчас, если вспоминаем, помните, был скандал с Volkswagen в США, когда поймали за руку Volkswagen, что он подкрутил выхлопы свои. Вот теперь что-то похожее происходит с Daimler. В Германии разбираются, а Daimler не подкрутил ли случайно. И на этом Daimler сейчас, Daimler падает. Почему я обращаю внимание на Daimler? Потому что он платит сейчас больше 5% дивидендов в евро. А мы с вами будни его выпускаем не просто так, чтобы поболтать, а чтобы найти те интересные компании, те интересные активы, куда мы можем инвестировать и получать пассивный денежный поток, чтобы в конечном итоге воплотить мечту нашу, отдыхать на пляже с ноутбуком. И за все это будут платить крупные международные корпорации. Ну, такая примерно мечта, по крайней мере, у меня. Надеюсь, у вас она очень похожа. Тогда мы с вами будем вместе искать такие компании. И покупать их. Прошу прощения. Итак, в общем, на эту неделю я вам рассказал. Соответственно, подписывайтесь на Digest Wall Street. И вы будете получать не только календарь, по сути, но еще и интересные статьи, которые я пишу каждую неделю. Кстати, из последних, помните, мы говорили с вами про Target в последнем выпуске «Будни Уолл-Стрит». И я вам покажу, что случилось. В общем, я немножко оформил свою идею здесь, на сайте. Вы можете посмотреть выкладки аналитические и уже принять решение, интересно вам это или неинтересно данная компания. В общем, такие пироги. Итак, что же теперь у нас вышло за прошлую неделю? Я несколько компаний сегодня разберу, заодно покажу вот этот трюк, скажем так, который я использую для того, чтобы лучше входить, более точные точки находить для входа в акции. Итак, вышло достаточно много компаний. И лично я наблюдаю за несколькими из них, смотрю за IBM. У IBM приближается дивидендная доходность к целевой, то есть я начинаю оценивать компанию, у которой доходность приближается к 4 и выше процентов годовых. Вспоминаем, да, в Америке никто не платит 10% просто так, это в России. Щедрая душа, там, «Газпром» там уже 7-8, да, кто там еще больше. Татнефть заплатила 10, там, МТС платит чуть ли не 12 по текущей цене. Вот, в США хорошим считается 4-5, все, что выше, уже менее надежным. Вот, IBM приближается сейчас к 4%, мы сейчас ее рассмотрим. Qualcomm 4%, мы сейчас рассмотрим отчет его. Microsoft, к сожалению, далеко ниже этого порога. Kinder Morgan — это русская транснефть, по сути, да, то есть это крупнейший в Соединенных Штатах и Северной Америке владелец труб нефтяных, нефтеперегонных и газоносных, то есть перенос газа. Вот, Kinder Morgan, там будет отдельная интересная история с привилегированными акциями этой компании. Я отдельно ее оформлю. Вот, ну, Vodafone, кстати, тоже одна из дивидендных платящих компаний, которая неплохо отчиталась, но это, я думаю, в отдельных историях я распишу. В общем, отчиталось много компаний. Давайте посмотрим несколько из них. Буквально вчера вышел отчет компании Google. Откроем сейчас Google. Вышел отчет хороший. Где он, кстати, отчет? Вот, давайте на него взглянем без слез. Без слез взглянем на него, потому что отчет очень хороший. Итак, получается, у нас за второй квартал выручка составила 26 миллиардов долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть выручка очень хорошо выросла. А теперь смотрите, видите, у нас тут есть две строчки, точнее, два столбика. Включая GAAP и исключая GAAP, да, вот. Вот, включая GAAP, здесь цифры, вот какие в отчете будут. То есть мы видим, что эти цифры меньше, чем в соседней строчке, где написано «исключаем». Исключаем. Почему исключаем? Смотрите, получается, что тот, что пойдет в отчет в GAAP, это 5 долларов на акцию доход, а я исключаю 8,9 долларов. Почему так происходит? Если вы помните, были трения в ЕС с, собственно, с Google, о том, что он там занимает монополистическое положение. В итоге ЕС штрафануло на 2,7 миллиарда долларов наш Alphabet или Google. И в итоге здесь приводится два данных, то есть без штрафа и со штрафом. Соответственно, без штрафа это Google заработал 8,9 долларов на акцию, что очень неплохо. А вот со штрафом гораздо хуже. Тем не менее, Google отчитался очень неплохо. Сейчас мы посмотрим его на премаркете. Сейчас я открою график, и мы с вами его посмотрим. Так, премаркет почему-то мне на Google не дает. Но давайте график глянем. Итак, график Google. Смотрите, цена сейчас... О, что-то очень интересное. Это, видимо, не тот Google. Не там торгующийся. Так, вот, на премаркете минус 2,79% сейчас торгуется Google. Видите, народ отреагировал негативно на это. Ну, тем более, для тех, кто был бывшим трейдером или текущим, смотрите, двойную вершину нарисовали красиво. Разворот кажется неименуемый. Итак, Google, если мы посмотрим даже данные, пускай там, давайте, месячные свечки, то мы увидим с вами, что компания просто на всех парах, сейчас подгружается, прошу прощения, тут, летит наверх. То есть, за последние несколько лет компания, по сути, утроилась. Там, с 300 долларов до, там, 980 сейчас. Что ж ты не хочешь, ты подкачивать данные-то? Вот. И в итоге, где покупать Google? И насколько хорош Google? Смотрите, давайте глянем теперь буквально на отчетность за последние годы. И посмотрим. Смотрите, выручка на акцию. У Google. Смотрите, как растет. То есть, выручка на акцию каждый год все выше, выше, выше. Давайте теперь посмотрим, так называемые, ебеда на акцию. Ебеда, посмотрите, каждый год выше, 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 вообще. Даже в 2009 году, когда был кризис и в восьмом, ебеда не останавливалась, росла вверх. Давайте посмотрим доход на акцию. Доход на акцию растет просто космическими темпами, да. То есть, еще в 2010 году зарабатывали 10 долларов на акцию, сейчас уже 27. То есть, доход на акцию за 7 лет вырос почти в 3 раза. Далее смотрим, что, к сожалению, дивиденды она не платит. Денежный поток на акцию, свободный денежный поток. Еще лучше, смотрите, 36 долларов на акцию. При цене сейчас даже если в 1000 долларов, то получаем очень неплохо. Он постоянно положительный. То есть, если вы посмотрите на все основные показатели, Google – шикарная компания. И получается, что у нас действительно есть кандидат для того, чтобы иметь его в портфеле. Кстати говоря, Google у меня есть в портфеле, он покупал по 600 долларов. До этого я пожадничал, не купил его по 350, потом, естественно, кусался локти. Но вот когда покупать Google лучше всего? Сейчас он стоит почти 1000. Компания растущая. У компании все хорошо. Для этого я использую следующий подход. Сейчас покажу, как это работает в Guru Focus и покажу, как это работает в Morningstar. То есть, два основных сервиса, которым я пользуюсь для оценки американских компаний. Итак, давайте начнем сначала с Morningstar. Здесь, мне кажется, это более проработано. Ну, виднее, точнее, для вас будет. Итак, что мы видим сейчас? Смотрите, вот это вверху, первый, это график Google. Вот мы видим, как он рос со 130 долларов до 1000, увеличившись почти в 10 раз. Второй график внизу я подставил, это график Price Earnings. То есть, по сути, наш пресловутый P&E. И теперь посмотрите внимательно такой момент. Самый интересный момент, то есть, самые более-менее точки для входа в рынок являются, когда P&E опускается, ну, вот в данном случае, у Google, допустим, ниже 25. То есть, как только P&E ниже 25, это хорошие точки для входа. А тем более, когда мы видим, что в 2012 году P&E у Google упал вообще до 16, получается, минимум 16-68. То есть, вот эти точки, это просто шикарные точки для докупки. Может, на Google это может выглядеть не самым лучшим образом, но на других акциях это просто выглядит идеально. То есть, когда P&E, да, вашей компании падает к историческому минимуму, то есть, мы видим вот эту историю, да, максимальное значение P&E, вот мы видим, было в свое время 330. Ну, хорошо, да, там, вот диапазон, за последние годы, да, диапазон получается 33, и нижний диапазон 27. То есть, по-хорошему, покупать над бумагу, когда она будет P&E у нее 20, там, 25-27. Соответственно, цена бумаги должна опуститься ниже. А цена 25-27, сейчас мы посмотрим в другом сервисе, где это будет цена самого акции. Хотя мы можем увидеть, нет? Это где-то получается 800, а вон, получается 700, ну, в районе 750-800 долларов. Вот это та цена, по которой Google можно спокойно покупать. А 750-800 долларов. Теперь мы посмотрим то же самое, как это представлено в Guru Focus. Заходим в отдел анализа, переключаемся в раздел исторического сравнения, и вот здесь это явно показывает. То есть, смотрите, вот показателю по P&E мы видим нижнюю границу, мы видим верхнюю границу. Google сейчас находится где-то в середине. То есть, покупать, конечно, теоретически можно, но лучше дождаться. Вот, получается, идеальная цена для покупки, если мы возьмем историческую P&E, это, конечно же, если Google опустится, да, там, в районе 500 долларов. В данном случае мы видим это 479 долларов. Вот, соответственно, все, что, как бы, выше, там, в 10-15%, 20%, это хорошая цена для захода. То есть, идеально, конечно же, покупать, вот, до 700, там, ну, до 750, мне кажется, 800 как край, да, покупать эту акцию. Все, что выше, дорого. Поэтому, опользуйтесь подобными вещами для того, чтобы купить. Посмотрите, как только зеленый график пересекался, особенно с красным, то есть, это нижняя точка P&E, это, ну, не просто идеально, это идеальнейшая точка входа. Поэтому, если вдруг, там, в ближайший год-два мы увидим с вами какую-то на рынке коррекцию, и Google при текущей доходности опустится куда-то в районе 500-600 долларов, это будет, ну, просто шикарная цена для покупки. Поэтому используйте исторические P&E, чтобы видеть вот этот коридор, где сейчас находится цена, насколько она близка к исторически низкому P&E и так далее. Ну, кстати, используя вот этот подход, мы сейчас посмотрим несколько акций, вы все поймете. Итак, закрываем, значит, наш алфавет. И перейдем теперь к компании IBM. Итак, многострадальный IBM. К сожалению, отчет оказался таким не очень хорошим у IBM, цена продолжает лететь после отчета. Суть заключается в том, что IBM, вы сами знаете, это компания, которая 100 лет в обед, она постоянно с кем-то соревнуется. Сначала она была очень крупной, крутой компанией, потом пришел Microsoft, утер ей нос, ну, и ушел наверх по капитализации. Потом пришли Apple, утер ей нос, IBM, потом пришел Amazon, сейчас утирает нос вместе с Google, IBM. В итоге IBM, знаете, как такой в хвосте плетется. Эта компания очень старая, но, видите, она постоянно, из-за того, что она старая, толстая, не может как бы повернуться лишний раз. Бюрократия и компания постоянно страдает. То есть она в роли догоняющей в IT-индустрии. И вот эта роль догоняющей, к сожалению, не показывает хорошего результата для нее. Вот этот гэп, который вы видите сейчас, вот этот, который был у нас в апреле, это на том, что Buffett решил все-таки продать часть своих акций IBM. Ну, на этой новости, естественно, ее слили. Теперь мы видим, что после отчета продолжает идти вниз тренд. Я сейчас рассматриваю IBM уже как на продажу опционов, если у нее волатильность разгонится. Ну, вот я вижу на премаркете в плюс торгуется, 0.55 откроется. Немножко волатильность мне подпортит. Но будем смотреть ее на продажу опционов. Тем не менее, в чем суть IBM? Почему мне она так импонирует? Почему я на нее смотрю? Конечно же, дивиденды, да? То есть мы с вами откроем сейчас показания дивидендной доходности, то вы увидите, что у IBM она подобралась как раз к отметке 4%, с которого я начинаю рассматривать бумагу как потенциального покупателя. Еще, конечно же, нужно смотреть, сколько выплачивает IBM в виде чистой прибыли. Сейчас мы это глянем. Итак, давайте воспользуемся нашим новым методом использования P&E исторического и посмотрим, где хорошо было бумагу брать за последние 10 лет. Ну, естественно, мы видим вот они. То есть как только IBM P&E пересекал, по сути, отметку 10, да, как, знаете, как некий индикатор был технического анализа, у нас здесь фундаментального анализа, как только мы видим, что P&E опускается к 10, ну, исторически мы видим, что это были самые низкие точки локальные, которые можно было взять. Соответственно, вот буквально недавно еще, в 2016 году повторилась та же картина, что и в 2008 году. Помните, когда кризис, все плохо, все продали, но вот у IBM была похожая ситуация в январе 2016 года, когда P&E опять опустился ниже 10. Это была, опять же, видите, разворотная точка, после которого компанию выкупили. То есть в Америке присутствует некий такой момент, что, ну, средний P&E, ну, у S&P это 20, соответственно, IBM, когда она опускается к P&E ниже 10, это привлекательная покупка, даже если у нее, там, ситуация плохая, даже то, что квартал за кварталом, как бы, падает выручка. Если компания может обеспечить дивидендные выплаты и их не снижать, то в этом случае компанию выкупают, потому что она просто стала в моменте дешевой, даже с учетом, что у нее нет, как бы, там, долгосрочных перспектив. Вот, ее выкупают. Поэтому вот такие точки входа я вам советую искать. Сейчас IBM, видите, откатилась. Где снова искать IBM? Ну, опять же, я точно буду рассматривать возможность покупки этой компании в районе как раз вот 120, 125, 130. То есть это еще процентов, так, 10 вниз должна компания сходить. После чего мы будем ее рассматривать на покупку. То есть весь смысл заключается в том, что я отбираю, как бы, некий ряд компаний, после чего я смотрю, в какой фазе находится сейчас цена. То есть это исторически у нее она по P на E внизу или вверху, или где. И, по сути, можно ставить некие алерты, то есть сигналы. Вот TradingView предоставляет такую возможность или ряд других компаний. И как только цена подходит вот к этому нижнему коридору, у тебя появляется некий сигнал. Ты смотришь, если фундаментальные факторы как бы удовлетворяют твою точку входа, ты покупаешь эту компанию. Или, наоборот, продаешь. То же самое можно посмотреть, кстати говоря, Apple. Вот моя покупка как раз по Apple была сделана на основе использования подобного подхода. То есть компания, в принципе, нормальная. Единственное, дивиденды у нее не самые хорошие. Но я вам покажу сейчас чарт. Посмотрите, как это делается. Morningstar. Здесь заходим в раздел графиков. Далее мы здесь выбираем фундаментальные показатели. Выбираем P на E. Далее убираем объем. Здесь, чтобы нам не мешал. И дальше ставим, допустим, за 10 лет. И вот посмотрите, то же самое. Самая низкая точка по P на E у Apple была в районе 10. То есть, опять же, 10, 11. Там даже чуть ниже. Посмотрите. И всегда, как только Apple опускалась ниже отметки 10, это были как раз-таки самые низкие точки или близи низких точек, которым можно было купить данную компанию. Что здесь, да? Что здесь, да? Исторически. Что вот здесь? То есть мы видим это те моменты, когда компании надо покупать. Ну, опять же, если они удовлетворяют неким фундаментальным причинам. Ну, и плюс вот это, по сути, смотрите, что произошло с Apple. У Apple сильно доход-то не улучшился с тех пор. По сути, по-моему, прибыль даже ухудшилась. Но компания выросла со 100 долларов до 150, до 160 долларов. То есть на 50 или 60 процентов. При том, что прибыли не улучшились. Что произошло? Просто те, кто хотел продать, продал. Появились новые деньги, которые сказали, о, что-то Apple при PE 9 или 10 как-то дешево. И начали покупать. Ну, и там плюс еще Buffett подлил огонька, купив Apple себе в портфель. Ну, вот, и мы увидели этот рост. Безусловно, этот индикатор стоит воспринимать как дополнительный, да? А не как такой основной, что надо покупать все, что упало. Нет, конечно. Но вот такой интересный момент я вам поделился. с вами. Поэтому пользуйтесь моей наработкой. Возможно, она вам поможет. Теперь давайте обратимся к следующему. Итак, Netflix. Чем известен Netflix? Netflix это, ну, многие считают, что это будущее телевидения. Это когда вы купили такую приставочку или даже в телевизоре у вас вшито. Вы приходите, включаете телек, выбираете не то, что канал, да? Выбираете там тот сериал или ту программу, которую вы хотите. И смотрите ее тогда, когда вам удобно. Соответственно, Netflix начал на это давить, начал выпускать свои сериалы, свои программы и завоевал Америку и заодно завоевывает сейчас мир. Давайте откроем график Netflix, чтобы вы понимали лучше, когда вам показываю, что происходит с Netflix. Вот посмотрите, что произошло с Netflix за последние годы. То есть, по сути, цена, если мы возьмем 2008 год, одна из самых низких цен была, 3 доллара. Сейчас 180 долларов, да? Ну, даже возьмем ближайшее прошлое, это 2017 год, начало, 125 до 187. Вот такой рост. От капитализации компании сейчас, ну, давайте вот откроем наш любимый с вами гуру. Netflix. Вот смотрите, капитализация Netflixа. А, кстати, я забыл показать. Еще раз, что такое Netflix? Вот, да, Netflix выпускает огромное количество сериалов, серий, мультиков, конечно, все, что только душе ваше угодно, если вы там смотрите, не знаю, карточный домик, кто тут еще, всякие вампиры, оборотни, ванхельсинги, там, неубиваемые, там, видите, фильмы, сериалы, то есть, и такое огромное количество. Я не знаю, кто столько смотрит. Это надо, наверное, целый день только сидеть и смотреть эти сериалы, чтобы хотя бы, не знаю, десятую часть этих всех, смотрите, смотрите, я вот листаю, только-только закончился, а у этих сериалов еще куча сезонов, но это ужас. В общем, вот это Netflix. Сейчас по оценкам, ну, рыночная капитализация составляет 84, почти, миллиарда долларов, 84 миллиарда долларов. Теперь давайте заглянем, ну, ПЕ, вы видите, 226, да? П на Е 226. Теперь давайте заглянем в отчет. Вот тут вышел отчет буквально несколько дней назад по Netflix. Он спровоцировал, соответственно, вот видите, какой гэп. Давайте я вам покажу. Давайте мы прямо измерим этот гэп, а потом посчитаем. То есть, до отчета компания стоила 162 доллара. После отчета, вот спустя пару дней, компания растет на 15%. Итак, что же заставило инвесторов вложить еще больше денег? Ну, во-первых, компания преодолела отметку. Теперь у них 104 миллиона стриминговых мембершип, ну, подписок. То есть, клиентов 104 миллиона. Это больше, чем, как бы, был прогноз аналитиков, это больше, чем прогноз самих менеджеров Netflix. Выручка растет, если мы посмотрим, ну, как последние кварталы, она растет темпами, там, 28, 31, 35, 34 и так далее. То есть, темпы роста шикарные. Даже компания, на удивление, деньги зарабатывает. Обычно такие компании стараются деньги не зарабатывать, типа Твиттера, типа Снэпчата. Они, как бы, все свои деньги тратят, и деньги инвесторов тратят на рекламу. Соответственно, здесь мы видим с вами, что чистая прибыль, она есть, это хорошо. Но давайте теперь представим, как вот оценить теперь Netflix и понять, а стоит ли покупать с нами, с вами, с нами, всеми Netflix, да или нет. Давайте возьмем наши любимые с вами калькуляторы, попытаемся посчитать это. Все же, как бы, на мой взгляд, достаточно просто. Итак, смотрите, значит, сейчас мы видим, что 104 миллиона человек подписаны. Вот эти 104 миллиона человек заплатили за второй квартал 2017 года 2,7 миллиарда. Вот мы видим 2,7 миллиарда, 2,8. Компания при этом за второй квартал заработала, ну, 66 миллионов долларов. Давайте мы, как бы, чтобы посчитать, чего стоит компания, возьмем даже лучшие показатели. Вот представим, что компания сейчас зарабатывает не 2,8 миллиарда, а заработает, ну, как бы, 3 миллиарда. Ну, возьмем, как бы, 3 миллиарда, это будет у нас 3 тысячи. 3 тысячи миллионов. 3 миллиарда, при этом она зарабатывает 66 миллионов на этом. То есть получается 66 миллионов. 66 миллионов делим на 3 миллиарда. Че, неужели? Умножаем на 100. Вот такая маржа по прибыли. То есть маржинальность прибыли составляет 2,2%. Как-то совсем плохо. Ну, если посмотреть, операционная маржа, где-то вот она, видите, она 3, 4, 6, 10 даже была, 4. Давайте мы сделаем так, что улучшим показатели. Давайте представим, что маржинальность не 2, а в 2 раза будет больше. То есть сейчас компания типа развивается уже лет 15, но она еще будет развиваться, расти. И в конечном итоге, там, менеджмент выйдет к тому, что он будет лучше оптимизировать расходы и, как бы, маржинальность вырастет. Давайте, чтобы она вырастет, там, в 2 раза, да. То есть маржинальность будет 4%. Соответственно, или даже давайте возьмем 5%, маржинальность пускай будет, 5%. То есть если компания в квартал сейчас зарабатывает 3 миллиарда, умножаем на 0,05, получаем, что она должна зарабатывать 150 миллионов долларов. Ну, в принципе, мы видим, что вот недавно она заработала 178 миллионов. И даже какой-то квартал она заработает 143, то есть это, ну, как бы, в будущем они прогнозируют. Но в целом в 3 раза меньше зарабатывала. А мы, вот мы говорим, что она будет зарабатывать даже больше. То есть маржинальность будет 5%. Теперь, для того, чтобы оценить дальше, насколько интересна нам инвестиция, мы смотрим, что идет рост у компаний, да, по 30% в квартал увеличивается показатель выручки. То есть компания явно растущая, и поэтому P на E такой 250, потому что все вбухивают свои деньги, чтобы в растущую компанию, что однажды они озолотятся. Но давайте посчитаем. Мы говорим, что 104, там, 100 миллионов пользователей дает 3 миллиарда выручки, да, при 5% марже. Докуда дорастет эта выручка? То есть мы же сейчас, как инвесторы с вами, покупаем Netflix, да, ну, чтобы вы понимаете, то есть когда инвестор что-то покупает, он видит, как бы, некую перспективу. В данном случае мы покупаем Netflix и мы говорим, о, это же растущая компания, она заработает много денег, потом начнет с нами дивидендами делиться, поэтому надо срочно по текущим ценам тарить, тем более он какой хороший отчет вышел. Но прежде чем тарить Netflix, мы должны с вами некую модель финансовую, да, построить. Соответственно, мы говорим с вами, окей, докуда будет расти этот Netflix? Вот сейчас 100 миллионов, мы видим, темп выручить, темп хороший, там, по 5% квартал увеличивается. Давайте сейчас возьмем, как бы, некую гипотетическую, что вот однажды мы эти акции Netflix отдадим своим детям, они будут получать доход с этого. Вот представим, что акции Netflix через 10 лет покорят весь мир, и каждый десятый человек в мире, то есть каждый десятый, будет пользоваться Netflix. То есть, ну, представим, что количество людей в мире сейчас 7 миллиардов, вот 700 миллионов человек, даже маленькие дети, все будут пользоваться Netflix. Это значит 700 миллионов человек, то есть в 7 раз больше, чем сейчас. То есть выручка должна быть в 7 раз больше, чем сейчас. Естественно, я делал не какие-то допущения в вакууме, да, там, всякое может повлиять, там, и так далее. Но, теперь представим, вот компания зарабатывает на 3 миллиарда, вот сейчас даже, как бы мы даже докрутили, улучшили, 3 миллиарда в квартал, умножаем на 4 квартала. Она зарабатывает 12 миллиардов, при 100 миллионах пользователей, 12 миллиардов выручки. Через 10 лет она завоюет весь мир, и каждый десятый будет пользоваться. То есть в 7 раз больше будет выручка через 10 лет. Умножаем на 7. Мы получаем с вами 84 миллиарда долларов выручка. Теперь мы сказали с вами, что, то есть менеджмент улучшит маржинальность по чистой прибыли, и чистая прибыль составит 5% от выручки. Теперь мы 84 миллиарда умножаем на 0,05, и получаем чистую прибыль через 10 лет. Мы видим, что чистая прибыль через 10 лет может составить 4,2 миллиарда долларов. 4,2 миллиарда долларов. Мы говорим, вау, как много заработала компания, супер, 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 прибыль вырастет, там с текущих там 400 миллионов до 4 миллиардов, надо точно покупать компанию. Но давайте теперь посчитаем P на E. Давайте представим, что за эти 10 лет компания больше не будет расти. Ну, бредовая, да, мысль, то есть тем более мы видим, что там 100 миллионов, 200, как бурно реагируют инвесторы. Представим, что вы купите вот сейчас эту компанию, то есть для вас цена, кого расти не будет, вы сейчас зафиксируете, там по 180 долларов купите. Какой P на E будет в этом случае? Смотрите, если капитализация текущая там 86 миллиардов, то есть мы что делаем? Мы с вами 86 миллиардов делим на 4 миллиарда 200, получаем P на E 20. То есть даже если компания через 10 или 15 лет завоюет почти весь мир и каждый десятый будет пользоваться, наверное, больше чем айфоном, да, в мире, Netflix, то P на E будет 20. То есть если компания даже захочет выплачивать вам всю прибыль, самое лучшее, ну, это бред, конечно, но самое лучшее это у вас будет доходность 5%. Самое доходное. Скорее всего доходность дивидендная будет, ну, они будут выплачивать там 50-60% прибыли. Это будет 2,5-3% дивидендной доходности. Вот теперь вопрос. Какой здравомыслящий сейчас инвестор покупает Netflix, ожидая, что через 10 лет, возможно, в самых лучших перспективах он будет зарабатывать 3% в виде дивидендов? Я думаю, никакой. Никакой здравомыслящий инвестор на дивиденды тут явно не рассчитывает. Вопрос, а на что рассчитывают инвесторы, которые покупают Netflix? Я думаю, ответ очевиден на то, что они перепродадут потом эту акцию кому-то другому. Логично? Логично. Соответственно, в разгар вот этого всего, я часто говорю, пока музыка играет, все пляшут. Но потом музыка перестанет играть, и кто первый, как говорится, этой акцией отвалит, тому повезет. Все остальные будут платить как бы за вот эту всю музыку и за вот этот ресторан и все. Поэтому помните, что прежде чем покупать компании, такие как Netflix, такие как Tesla, обязательно посчитайте, а сколько может заработать компания в самом лучшем раскладе, через 5-10 лет, в самом лучшем. И вы станете понимать, на чем все это строится. Поэтому Netflix один из этих примеров, я считаю, это акции типа гэмблинга, когда, очевидно, экономический смысл инвестирования в Netflix, это продать просто кому-то подороже, такому же дураку, который поверит, что однажды это станет приносить доход. То есть, по сути, это игра с дураком. Вот, и знаете, как поговорка, да, за покером сидят, ну, помните, да, не буду договаривать. Вот если, я не хочу, чтобы вы оказались тем, кто купит Netflix на самом максимуме или вблизи этого максимума, а потом оплатит, по сути, всем остальным вот это движение к 86 миллиардам. Вот так вот, вот это Netflix. И давайте еще пару компаний посмотрим на сегодня. Первая компания это Qualcomm. Значит, кто такой Qualcomm? Давайте я вам немножко покажу. По-моему, я уже показывал Qualcomm, но вот они кое-что тут интересное. Опа. Открыть на умах, не говоря. Так. Покажу вам очень интересную вещь, которую изобрел Qualcomm. Так, у нас уже 30 минут мы с вами общаемся, но ничего. Я думаю, те, кто не хотел, уже выключили данное видео. Итак, Qualcomm. Чем интересен? Во-первых, Qualcomm интересен дивидендами. Сейчас я вам покажу. Немножко такую затравочку. Где же у меня презентация? Вот, посмотрите. Квартальные дивиденды на акцию Qualcomm. Посмотрите, как хороший какой рост. С 14 центов, вот мы видим, они стабильно процентов так на 10 каждый год увеличивают дивиденд. То есть, с точки зрения дивидендной, интересно, очень интересная компания, поэтому я на нее смотрю. Тем более, она выплачивает. Сейчас мы посмотрим с вами сколько. Но прежде чем посмотреть, немножко такое маркетинга вам добавлю. Что сделал Qualcomm? Ну, кто такой Qualcomm? Еще раз напомню, это компания, которая производит чипы в телефоны, всякие Wi-Fi и так далее. То есть, вот ваш телефон, скорее всего, в нем стоит либо процессор от Qualcomm, либо Wi-Fi модуль от Qualcomm и так далее. Ну, много что еще делает Qualcomm. И сейчас смотрите, что они сделали. Они сделали экран, когда вы, то есть, для сбора отпечатков пальцев. То есть, вы просто прикасаетесь вот к телефону, да, вводите палец свой, и он, ваш отпечаток пальца видит и открывает телефон, соответственно. Те, кто пользуется Apple, да, знаете, на Apple здесь тоже есть такая кнопочка, соответственно, здесь можно нажать, и вот он вам, как бы, откроет это, если надо. Но у Apple есть проблема, то, что если палец немножко спотел, то, ну, как бы, не считывает. Я думаю, вы многие уже с этим столкнулись. Вот, чуть-чуть спотел палец, и он не считывает. Он говорит, ну-ка, ведите, ведите еще раз, ведите еще раз. Вот, Qualcomm говорит, что, смотрите, даже можно мокрыми пальцами будет нажимать на экран, и он будет все равно считывать. То есть, нечто шикарнейшее. Поэтому, очень интересная разработка, которую Qualcomm сейчас будет внедрять. Но, компания прекрасна, все чудесно, совершит последние технологии. Кстати, вот мы, заметьте, мы с вами чаще всего в буднии Wall Street обсуждаем какие-то телекоммуникации, ой, высокотехнологичные компании, а в России, наоборот, мы смотрим с вами на традиционные, да. Ну, вот разница, да, насколько больше компаний все-таки модерновых в США. Итак, все было бы хорошо, и дивиденды хороши, и все хорошо, кроме одного. Это проблемы с Apple. Если помните, я вам рассказывал о том, что Apple не платит сейчас, перестала платить с этого квартала royalty к Qualcomm. То есть, она платит за чипы, но перестала платить за то, что она использует чипы. Она аргументирует тем, что мы раскупили у вас чип, то мы можем его использовать. С какого перепуга мы должны платить еще дополнительные некие royalty за это все дело. Вот, соответственно, сейчас идет разбирательство в разных судах, и пока разбирательство идет, Apple перестала платить. И что мы видим, как это отразилось на Qualcomm? Ну, вот вышел квартальный отчет буквально несколько дней назад. Выручка подупала, мы видим, с 6 миллиардов до 5,4. Операционный доход в 2 раза сократился. Чистая прибыль, ну, так вот, подсела на 500 миллионов. Ну, и доход на акцию и так далее. То есть, там сюда входит не только то, что Apple перестала платить. Сюда еще входят штрафы, которые заплатила в Корее Qualcomm. То есть, пока, знаете, похожая ситуация, ну, как сказать, у нас Роснефть из IFK-системы, только, ну, немножко другого уровня, да, как бы наезд Apple к Qualcomm. И оно имеет, ну, под собой некую почву в виде, ну, действительно, почему, как бы, Qualcomm заставляет дважды платить, как бы, по сути, за один и тот же чип? Здесь есть такой момент спора, который может быть, может быть, возник. Но, смотрите, опять же, Qualcomm. Qualcomm уже, в принципе, уже отразил это в цене. Если вы посмотрите, когда это произошло, вот видите, вот это, когда Apple сказала, что все, хорош. И цена Qualcomm упала с 65 до 53. По сути, вот это все уже отражено в цене. То есть, так же, как IFK-систему сейчас, там, по 11 рублей, это в цене уже отражено 106 миллиардов убыток, которые теоретически она может заплатить. Но не отражено 170 миллиардов. Но вот в Qualcomm это уже практически все отражено. Соответственно, если суд выигрывает Qualcomm, ну, цена с 50 возвращается обратно на 63. То есть, сколько это рост? Это рост, ну, небольшой. Ну, процентов 20 точно есть. Немного, да, в отличие от IFK, который там 100% прибавит. Но, тем не менее, не забываем, что сейчас, если мы глянем с вами опять... Так, где у нас? Так, Qualcomm по дивидендам. Сейчас покажу основные параметры. По дивидендам сейчас Qualcomm платит нам с вами 4,23. Вот в этом году заплатит дивидендов. То есть, видите, почему опять... Достаточно высокий payout ratio, опять же, он возник из-за того, что, видите, просили немножко дохода из-за Apple, негодяйки Apple. Я не говорю, что сейчас нужно покупать Qualcomm. Я говорю, что надо сейчас присмотреться к Qualcomm и сделать некий анализ. Давайте зайдем в анализ и посмотрим, где хорошо бы ловить данную бумагу. Ну, уже видим, что идеально 34. 34. Ну, я бы уже где-то 40-42 точно бы стал покупать. Ну, опять же, смотря на новости, которые к тому моменту выйдут. Поэтому заметьте, да, просто запишите там 40-45, может быть, да, там уже можно подкупать. 34, брать, как говорится, all-in на все. Что такое Qualcomm? Давайте просто пару слов. Вот выручка. Выручка на акцию. Смотрите, растет, немножко замедлилась в последнее время. И сейчас будет немножко, к сожалению, нисходящий тренд за счет того, что Apple негодяй. Дальше. Ебеда на акцию. Мы видим с вами. Да почти как у Google, да, только немножко в 2008 году и в начале 2000-х и 2009-м просадка была. Дальше. Что еще вам посмотреть? Свободный денежный поток. Вот, 4,58. Доход на акцию. 3,8. И теперь давайте наложим сюда, сколько она выплачивает дивидендов. Вот. Соответственно, вы видите, голубая линия – это дивиденды, желтая – это доход на акцию и красная – это свободный денежный поток. Мы видим, что свободный денежный поток перекрывает дивиденды, ну, больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. Прибыль на акцию, ну, почти перекрывает, да, в два раза. Соответственно, я и рассматриваю данную бумагу как интересный дивидендный тикер на будущее. Но не сейчас, господа. К сожалению, когда идут такие суды крупных корпораций, лучше нам, с вами, мелким инвесторам, оставаться в стороне. Что ж, я думаю, уже 38 минут – это рекорд мы побили. На сегодня, наверное, все. Ваши пожелания, как всегда, я с удовольствием читаю, отвечая на комментарии внизу данного видео. Не забывайте подписываться на Digest Wall Street, чтобы быть в курсе того, что выходит. Плюс есть интересные идеи, которые я тебе опишу на сайте Wall Street Pro. И чтобы вы их не пропустили, вот вам на почту один раз в неделю в воскресенье будет приходить список тех статей, которые, ну, я считаю, вам нужно почитать обязательно. Плюс те дивиденды, которые будут выплачены в этом. Правда, для России пока, для Америки там слишком много дивидендов. Не хватит никаких сил. Ну, и календарь на всю следующую неделю по выходу отчетности. Также наш выпуск, если вы пропустили, в этом дайджесте будет на него ссылка обязательно. С вами был Дмитрий Черемушкин. Пользуйтесь прокруткой в YouTube, ускорением. И до новых встреч. Счастливо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»